МОСКОВСКИМ ОКРУЖЕННЫЙ ВОЕННЫМ СУДОМ ТРУДОВЫЙ МИГРАНТ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА Эмом Бурхонов приговорен к 22-м годам колонии по сфабрикованному делу об организации крушения поезда Сапсан летом 2017 года. Бурхонову инкриминируется совершение теракта в составе некой организованной группы, создании террористического сообщества, незаконном приобретении оружия и взрывчатки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. По версии российских силовиков, 13 июля 2017 года обвиняемые установили на железнодорожных путях специальную металлическую конструкцию. Следующий из Москвы Сапсан врезался в нее, из-за чего были повреждены пять вагонов. Летом 2019 года Московский окружной войный суд вынес решение по тому делу. Обвиняемые Мухаммад Бабайоров, Джумахон Баймонов, Фархот Наджбудинов, Сухробджон Назимов, Фархотджон Назимов, Абдулгафор Раупов и Амруджон Раупов были приговорены к срокам от 15 до 21 года лишения свободы. Пятеро осужденных не признали вину по предъявленному им обвинению в теракте. В суде Бурхонов заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности подбросили ему аммиачную селитру и алюминиевую пудру во время задержания. Стоит напомнить, что незащищенные слой общества трудовые мигранты из Центральной Азии стали козлами отпущения для российских силовиков. Последние за счет фабрикации уголовных дел поднимаются по карьерной лестнице, получая щедро финансирование из госбюджета. Особенно в последние годы в редакцию Хабархо регулярно поступают сообщения от работающих в России мигрантов о том, что в отношении них или их близких фабрикуются уголовные дела. Следовательно, наблюдатели не исключают, что Бурхонов и другие осужденные возможно стали очередной жертвой фабрикации со стороны российских спецслужб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова